Макияж помогает девушкам подчеркнуть естественную красоту. Но летом многие чувствуют себя некомфортно с косметикой на лице. Пользуюсь только тушью и блеском максимум, потому что тоном не пользуюсь из-за того, что очень жарко. Макияжем летом я не пользуюсь, потому что не совсем комфортно. Потеет, конечно, хочется это все время вытереть и какая-то тяжесть. Вообще некомфортно. Летом в жару вообще макияж не стоит накладывать, забивать все поры. Ну вот я не косметолог, конечно, я не знаю, может косметологи знают. Но вот я никогда не накладываю, особенно тональный крем, это все течет, липнет. Но макияж даже в жару может быть легким и комфортным. О том, как накраситься летом, чтобы не беспокоиться о своем внешнем виде, рассказала визажист Анастасия Черныш. Еще в 11 классе Анастасия поняла, что визаж – дело всей ее жизни. В 18 лет девушка устроилась работать в магазин одежды, чтобы заработать на курсы обучения макияжу. С того момента прошло 4 года. Сейчас Настя работает гримером и визажистом, собирает невест и выпускниц, проводит мастер-классы. Рассказывает, летом краситься тоже можно, но немного иначе. Перед началом макияжа мы обязательно очищаем кожу, для того, чтобы смыть все излишки пыли, грязи, которые могут оказаться у нас на лице. И также обезжирить кожу, для того, чтобы тональные средства у нас легли лучше. Сделать это можно при помощи мицеллярной воды и ватных дисков. Следующий этап макияжа – увлажнение. Лучше выбирать средства на водной основе с гелевой текстурой. Гелевая текстура лучше впитывается в кожу, и после этого тональное средство ляжет ровнее. После увлажнения следует нанести солнцезащитный крем. Он поможет защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей, избежать пигментации, раннего старения и рака кожи. Теперь можно переходить к тону. Стоит выбирать легкие текстуры – BB и CC крема или средства на водной основе. Тональный крем я наношу на кисть, такими вбивающими движениями разношу по всей поверхности кисти, и уже такими круговыми движениями наношу на лицо. Тональное средство лучше наносить легкими движениями, чтобы оно распределилось тонким слоем по всему лицу. В этом поможет широкая кисть. Мелкие недостатки и покраснения можно перекрыть консилером и плоской кистью. Далее я наношу пудру такими легкими движениями, пушистой кисточкой. Этот этап можно пропустить, если у вас нормальная кожа. У моей гости немного жирная кожа, поэтому я слегка наношу пудру. Придать свежий вид помогут румяна. Румяна я наношу на вторую половину яблочек щек. Я могу попросить своего гостя улыбнуться и найти эту точку. Брови красят при помощи теней. Это помогает добиться естественного эффекта. Ресницы подчеркивают при помощи туши. Чтобы она не ложилась комочками, излишки со щеточки нужно удалить. Финальный этап макияжа – блеск для губ. Оттенок блеска можно подобрать в тонну румяном, для того, чтобы макияж смотрелся более гармонично. Сохранить макияж в течение дня помогут матирующие салфетки. Просто промокните ими лицо, если видите, что оно блестит. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, Игорь Казановский. События.